Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! То есть мыши, крысы и тараканы. Так вот, у меня будет сегодня несколько слов про образ врага, то есть про насекомых. Я так понимаю, что тараканы это собирательный образ на самом деле. И поэтому таких врагов больше двух миллионов видов уже теперь. Поэтому с ними хорошо бы познакомиться. По крайней мере, в самом общем виде. Вот я и постараюсь сегодня именно в самом общем виде. Потому что про два миллиона мы поговорить точно не успеем. Вот. Поговорить о коммуникации насекомых. Значит, конференция у нас называется «Семинар. Информационный потенциал биологических объектов». Очень серьезно называется. И я старался разобраться с этим делом. Но поскольку доклад уже девятый, а предыдущие восемь были. Тоже про это я думаю, что вы все, и я в том числе, хотя бы интуитивно разобрались в том, что это такое. Значит, понятно, что ни один биологический объект, а речь идет именно о биологических объектах, не может существовать в условиях сенсорного голода. Ну и, соответственно, условием для его удовлетворения, конечно, является способность к эффективной коммуникации. Вы все знаете, что труднее всего определить очевидные термины. Но мы все-таки попробуем. Значит, попробуем рассматривать коммуникацию как способ движения информации. Без особой детализации, в каком виде эта информация присутствует. Понятно, что это процесс, в котором как минимум должны участвовать два, в кавычках, конечно, действующих лица. В виде биологических объектов, отправителя, получателя информации. И результат. Увеличение информационного потенциала, потому что без этого как бы не происходит никакого развития. Для коммуникации, что же используют насекомые для того, чтобы реализовать вот эту идею об увеличении информационного потенциала. Набор средств огромен. И реализуется он с использованием сенсорных систем. Это как бы очевидно. И поэтому сегодня, и сейчас я попробую рассказать про некоторые из них. Чтобы было понятно, каков механизм, во-первых, какой набор, как он представлен у насекомых. И что они с этим набором способны сделать. Интересно, это просто замечание такое по скриптам, что наборы этих сенсорных систем, а также двигательные реакции, вообще реакции на полученную информацию. По крайней мере, у насекомых я про них просто больше знаю, чем, наверное, про человека. Они меняются в процессе антогенеза. И это само по себе интересно. Как мне кажется, по крайней мере. Так вот, важнейшие формы коммуникации. Это тоже как бы очевидно. Химическая, механическая и световая. Кроме этого, есть еще целый ряд возможностей для коммуникации. Но про них мы сегодня говорить не будем, потому что просто не успеем. Обычно, и это, к сожалению, не учитывали очень многие годы, и вообще исторически это стали учитывать только недавно, что коммуникация и общая работа сенсорных систем осуществляется сразу, одновременно, по нескольким каналам. Часть из них доминирует, часть выполняет модулирующую функцию. Но, тем не менее, это обязательно комплекс. Ну и пример. Например, известный, уже очень давно, относительно давно, конечно, язык пчел, он мультимодален. И охватывает сразу все перечисленные способы коммуникации. Вот такой способ, когда многие системы участвуют в каком-то одной форме поведения, называется кумулятивным. Теперь я попробую поговорить про три формы коммуникации. Химическую, механическую и оптическую с примерами. Значит, как это ни странно, мне это тоже было интересно. Первые разговоры про химическую коммуникацию произошли еще в первом веке в виде стихов, которые написал в свое время Лукреция Гарр. Их упомянул около 1954 года на наш эрецицерон. Как раз и говорят о том, что существуют запахи. И что есть способы, которые приводят наши чувства в движение. И это замечательно. Хочу заметить, что совсем недавно пришли к такому выводу, что нам неведомо, какая коммуникация у насекомых, потому что у них органы обоняния находятся на подвижных придатках. И вообще ими как бы покрыто все тело, и они очень разнообразны, то у них существует так называемое стереохимическое чувство. Что это такое, представить себе, очень сложно, тем не менее, это надо учитывать при исследовании именно химической коммуникации. Классификация типов химических воздействий, бесконечное число. Наиболее общепринята система, которая предложена в 1978 году, о борьбе. Выделяется две группы веществ. Первое, это вещества, участвующие во внутривидовых смоотношениях. Это аутооксины, аутоингибитеры и феромоны. Вот про них мы потом более подробно и поговорим. Тем более, что интересно, что этот термин возник совсем недавно. В 1959 году предложили его Карлсон и Люшер. Вторая группа. Это запахи, участвующие в межводовых взаимодействиях, то есть аллелохимических. Значит, их тоже довольно много типов. И можно отдельную лекцию, понятно, прочитать, и не одну. Про каждый из этих типов и этих форм. И этих форм поведения. Но, опять же, сегодня мы слишком поверхностно знакомимся с этим делом. Типология феромонов. Значит, бывают их две группы. Это праймеры и релизеры. Праймеры действуют долговременно. Релизеры очень быстро вызывают немедленную реакцию. Значит, вот среди этих релизеров выделяют трактанты, репелленты, арестанты, стимулянты. И детерренты. Значит, вы все прочитали, что это значит. Поэтому я не буду сотрясать воздух зря. Значит, первый феромон, структуру которого удалось описать, сделала группа исследователей под руководством Борта-Нанта. В 1956 году. Вот они выделили Бомби-код. Справа нарисовано, так сказать, как он выглядит. Наверху подробная реакция левее. Укорочена и эта структурная формула, и общая формула. Значит, для того, чтобы установить его структуру, а структура была установлена только в 1961 году, потребовалось сотни тысяч насекомых для того, чтобы получить 400 миллиграммов. Ну вот слева тут вы видите беленький. Это шелкопряд. Бомбик с моря, поэтому бомбикол называется. А справа внизу. Это Сатурния-Полифем. Американская бабочка, значит, вот этот феромон был выявлен и у нее. То есть феромоны далеко не всегда бывают видоспецифичными. Их особенности действуют в минимальных количествах. И, по-моему, замечательный пример, что один миллиграмм следового феромона муравья может провесить путь его тропу длиной порядка 120 тысяч километров. Это совершенно поразительное соотношение, конечно же. Ну и слева внизу изображено, что самка, которая выделяет половой феромон, соответственно, ждет самца, который летит, сканируя пространство. Так действует любой получатель информации, как это ни странно, при информации любой модальности. То есть сканирует пространство. Это некая общая система. Значит, источники. Откуда феромоны берутся? Значит, источники очень разные. Но существуют специализированные феромонные железы. Значит, вот двух типов. И снизу клетки, которые образуют эти феромонные железы. Тоже разных типов. Видно, что устроено это все очень сильно по-разному. И феромоны выделяются по-разному. То есть, однокомпонентный феромон изображен справа, слева, значит, левый рисунок наверху. Путем диффузии принимает такую вот шарообразную сферическую форму и распространяется по воздуху. Ну, а при помощи ветра, соответственно, возникает некий тоннель, некоторый канал распространения этого феромона. Ну, существуют феромоны многокомпонентные, которые достигают разных точек пространства. И справа это изображено. По крайней мере, так сказать, здесь представлены одно- и трехкомпонентные сигналы. Значит, вот это некие примеры такого распространения феромонов. В общем виде можно сказать, что в ряде случаев они распространяются непосредственно, а в ряде через посредника. Значит, что это значит? Значит, вот слева, снизу нарисовано, что значит через посредника. Значит, метится некий неживой субстрат. И, соответственно, значит, все приходящие в это место понимают, кто здесь был и для чего это было сделано. Значит, без... Да, и есть еще один замечательный пример. Вот справа изображен караэт. Значит, как вы понимаете, из-под кары распространять феромоны лично очень сложно. Поэтому краеды метят ту труху, которая высыпается из их хода. И уже эта труха, мельчайшая, по ветру разносится в разные стороны. Для чего это важно? Потому что это агрегационный феромон. И если не заразить дерево быстро и не воспользоваться имеющим психотом, тогда его заразить просто не удастся, потому что все ходы затянутся смолой. Поэтому это вот такой вот способ быстрого заселения больных деревьев. Значит, агрегационный феромон. Это примеры трехоптера, ручейники, ближайшие родственники, бабочек. Они образуют рои. Рои образуются при помощи именно агрегационных феромонов. И более того, интересно, что вот форма роя, она видоспецифична. И вот эта вот компания, которая поднимается над поверхностью воды, по крайней мере, в том числе и в средней пласте. По форме роя, глядя на небо, вот на фоне неба закатного, и самки, и самцы могут определить свои это или чужие вероятцы. Следующий пример, я просто довольно быстро тороплюсь, чем воспринимают, как правило, феромоны. Большинство исследований посвящено тому, что феррорецепторы находятся на антеннах. Ну и, соответственно, представлены антенны комаров, муравьев, жуков и справа наверху ночных бабочек. Кроме этого, как я уже сказал, они находятся на самых разных участках тела насекомого. Именно вот эти животные, ну не только эти, это просто четыре примера из множества, имеют стереохимическое восприятие, восприятие действительности. Значит, вот слева сканирующие электронограммы разных животных, и видно, что типов этих феромонных желез вот наверху схемки приведены. Приведено всего 12, на самом деле их гораздо больше, и исследуется с каждым годом все новые и новые типы. А вот снизу приведены две картинки. С одной стороны, слева контактный химорецептор, это, собственно, орган вкуса, а справа дистантный. Значит, у контактного на кончике волоска находится опора, одиночная, вот там справа на картинке она видна. А у дистантного множество таких пор, через которые феромон попадает к нервному влакну. Эти две, два рисунка мы можем, в общем, гордиться. Я тут должен об этом сказать. Что у нас в институте работали замечательные исследователи и морфологи. Это картинки Владимира Павловича Иванова. Первые в мире практические картинки. Остальные занимались в основном физиологии этого дела, это москвичи. Вот, в частности, Чайка. Ну и за границей тоже этим занимались довольно много. Кроме этого, поведением лакомоции, как вы знаете, занимался Владимир Леонидович Свидырский. Акустикой, к которой мы сейчас уже скоро перейдем, занимался Андрей Владимирович Попов в лаборатории. И лаборатория Якова Абрамовича Винникова. Это частично химическая коммуникация и замечательный исследователь зрения беспозвоночных. Это Феликс Гуревич Грибакин. Значит, все они практически впервые в России были за исследование созорных систем и механизмов коммуникации достойны государственной премии. И мне хотелось бы об этом вспомнить именно сегодня, именно здесь, в нашем зале, в этой аудитории. вот тут справа видите, вот слева ондулирующие движения при следовании по тропе. Значит, справа бабочка по воздуху, слева муравей по тропинке. Ну, 120 тысяч километров они, конечно, не ходят, но все равно это поразительно. А справа некие общие схемы. Значит, феромонзовый сигнал, выделяющийся, воспринимается и дистантными, и контактными химорецепторами. Поэтому тут тоже можно разговаривать о интегральной физиологии, потому что разные формы рецепторов, разные пути и разные интеграционные процессы происходят при восприятии феромонного сигнала. Снизу изображена классическая схема акустической коммуникации. И всегда считалось, что есть акустический сигнал, то есть звук, и есть ухо, и все. И звук это вот такая штука, которая с физической точки зрения это просто волны давления и именно уши и мембранные составляющие всякие эти уши. Воспринимают разницу в давлениях. Оказалось, что наука тоже достаточно молодая. Гораздо меньше 100 лет ей, по сути дела. Хотя датой рождения считается появление в 1872 году в книжке Чарльза Дарвина. Вот снизу приведены несколько типов так называемых звуковых рецепторов и звуковых органов. Значит, лево это личинка, это личинка бабочки, это щетинки и нитевидные волоски. Б это, соответственно, самка дрозуфила, и там находится Джонстонов орган. следующий подколенный орган, который воспринимает вибрации, и тимпанальный орган, собственно, мембранный, который присущ саранчевым, сверчковым кузнечиком, цикадом, то есть достаточно обширный круг насекомых этим делом пользуется. Значит, что же Дарвин так говорил, а вот он писал в свое время, это прямой перевод, что употребление голосовых и других звуковых снарядов имеется, так сказать, в выражении ощущений, и даже насекомые писал, выражают гнев, ужас, ревность и любовь особенными звуками. Ну, тут, конечно, некая гипер была, но к этому есть основания. Значит, основателем современной биоакустики считается Иван Регин и вот его фотография, просто хочу, чтобы вы на него посмотрели. Значит, вибрационная коммуникация, ей очень широко пользуются. Те самые ручейники, о которых мы говорили, про ураение. слева стрелочками помечены специализированные органы, слева у самцов, справа у самок, которыми вызываются вот эти вот вибраторные сигналы, остеолограммы которых вы видите вот справа. Теперь поющие насекомые, которые обладают вот этими темпанальными органами. ну и хочу вам сказать, что здесь имеется ввиду именно видоспецифичные сигналы, и вы сейчас в этом убедитесь, вот это сигнал цикады, певчий, который вы все слышали, кто был на юге в полдень. Вот это вот знаменитый домашний сверчок, совсем тихий и так далее, тем не менее звук совершенно другой. Вот это стеблевой сверчок, так называемый, вы его тоже слышали наверняка ночью. И вот он поет, поднявши крышки. Интересно то, что в основании крыльев у него находятся феромонные железы. И он не только излучает звук, но еще и в потоке воздуха, создаваемой крыльями, идет струя феромона. А вот это по всей сейси объекту, в котором работали легучие ноги. Это гребежная эвакуляция. они работали и мы, и немцы, и продолжаются эти работы достаточно эффективно. Не очень двигается мышь, поэтому я немножко торвожу. Звуки издаются крыльями, на которых находится вот такой напильничек, то есть мечок и как бы скрипка. Теперь по поводу любви, гнева, раздражения и так далее. Эти звуки получены у нас в лаборатории. это призывной сигнал призывной сигнал другого вида горелого десу, поликон, с которым мы занимались. Призывной сигнал говорит о двух вещах. Для самцов это сигнал, не подходи, территория занята. Для самок он действительно является привлекающим. вот это агрессивный сигнал, если пришел самец и переступил так сказать ту границу, которая была определена или пришла самка не готова к оплодотворению, самец высказывает совершенно неоднозначный. И вот это наконец любовный санет. Самка готова, самец готов, и это так называемый куполитивный сигнал. Поведение ухаживания очень романтично, так что Дарвин, как вы видите, был в общем недалек от истины. Это диаграмма направленности соответственно призывных сигналов, которые оказались сложными. Слева указана диаграмма направленности классическая. и ориентировка сверчка там по оси Y находится. Значит, диаграмма такая вытянутая, помогает этому еще, что у сверчка есть норка, которую он использует как рупор мегафона и, соответственно, более направленно выступает, чем это было бы, если бы он пел просто на ровной поверхности. А справа второй компонент звукового сигнала. Слева это так называемые волны давления, которые хорошо исследованы и которыми занимались все это время. А вот справа это волны смещения, которыми занимаются тоже специализированные органы. Значит, вот это вот канал связи. Слева отправитель, справа получатель самка. Соответственно, вот такая схемка прямая. позже Антиеву, схемка 81-го года. Сейчас она низко изменилась. Вот это объект, благодаря которому она изменилась, это объект наших исследований. Прелесть в том, что он содержит все четыре типа слуховых органов, о которых я говорил. Значит, на церках, это наш скан и наши картинки, находятся нитевидные волосковые сенсилы, которые воспринимают ближнее поле. Вот то самое. Вот это темпональный орган, соответственно, его схема и мембранка слева снизу на передней голени. При помощи него воспринимаются соответственно ближнепольные компоненты. Вот это примеры Джонсоновых органов, которые находятся в основании антенн. А это подколенные органы, например, у пчелы. При помощи этих органов они воспринимают так называемые низкочастотные, в том числе вибрационные сигналы. Ну и наконец мы видим, что комплекс поведенческих реакций формируется при восприятии одного и того же сигнала, который характеризуется разными физическими параметрами. Ну и наконец оптическая коммуникация. Здесь мне просто хотелось красивой картинки, тем более я знал, что мой доклад будет последним. Значит вас немножечко развлечь. Что здесь обозначено, тут обозначено, что так же как существует у насекомых много слуховых органов, ровно так же существует много разных типов глаз. Значит вот здесь глазки гусеницы, простые глазки гусеницы, тут всем известные глаза стрекозы, слева пчелы и так далее, а вот посерединке, вот тут у пчелы наверное это лучше всего видно, находятся простые глаза, значит по крайней мере у всех есть, у всех насекомых есть фасеточные глаза, которые мы все видели знают, есть простые глазки между ними, но еще некоторые особенности, потому что и простые сложные глаза есть у некоторых насекомых, имеют они вот такой вот вид, именно при помощи верхних значит вот таких глаз верхней половинки, поденки, в данном случае поденка изображена клеон, воспринимают форму роя и определяют вид вот ну вот здесь представлены как раз такие глаза слева фасеточные при серединочке простой глазок и значит г это стемма куличинок значит теперь самые сложные формы поведения в которых участвует именно оптическая коммуникация мы все привыкли я окончаю буквально через 3 минуты так уж не отчаивайтесь вернее не кончаю заканчиваю значит так называемый круговой танец пчел вот эта компания справа которая изображена то есть Карл фон фриш отец собственно исследований танцев пчел это его открытие он вообще занимался поведением пчел и открыл чувствительность к поляризованному свету это тоже нам неведомая совершенно вещь к ультрафиолету что тоже для нас не характерно и понял почему пчелы кто строит пчел и организует иерархию в уле он открыл феромон матки так называемый который регулирует жизнь в пчелиной семье снизу два замечательных человека это слева Никвоз Кенберген а справа Конрад Луренс на этой фотографии это три гениальных исследователя поведения насекомых которые совершенно заслужены в 73 году 1900 совсем недавно получили за эту Нобелевскую премию но если говорить про фришу то по поводу танцев щул есть две системы одна система работает рядом с ульем значит в радиусе 45 градусов это слева это круговой танец и система которая работает на очень далеких расстояниях ориентируется по солнцу это так называемый веляющий танец пчелы у меня конечно есть на все эти примеры и видеоматериалы но я их обычно показываю на лекциях университетских хотя это само по себе любопытно интересно как мне кажется теперь все мы привыкли что цветное зрение фасеточные глаза и так далее и так далее это дневное зрение так вот ничего подобного существует сигнализация которая осуществляется при помощи световых сигналов ночью это жуки светлячки так называемые и светятся и самцы и самки вот справа изображены какая вариабельность органов свечения наблюдается в этой группе а светятся не только светляки есть еще несколько крупных насекомых которые обладают биолюминесценцией вот так это выглядит ночью и вы видите что здесь тоже в качестве видового признака используется форма полета в том числе и в рой значит слева это новозеландские светляки которые взмывают вверх а потом падают вниз поэтому здесь вот такие треки как фейерверки так сказать во время праздников у нас а справа очень близко к тропинке к воде потоки светляков которые ночью располагаются над теплой почвой потому что мне например посчастливилось я наблюдал на кородавке в районе биостанции там вы помните есть речушка на дне ущелья и соответственно эта речушка очень маленькая но там огромное русло и очень высоко мост вот заходишь на этот мост а снизу идет светящаяся река из светляков во всю ширину русла камни нагреваются и это конечно совершенно волшебная картина спасибо самым стойким слушателям спасибо Александр Николаевич несколько вопросов можем задать если есть Александр Анилович вон там в конце Аксандр Николаевич извините опять я вас не увидел Микрофон не работает в первом российском универсии который называет как вы знаете сам Тепутский государственный университет жду вас оказывает которое первого мая рулята России и таково Ивана Петровича Павлова которому будет в следующем году аж сколько лет сто правильно а в том же году Иван Михайлович Сечен сколько лет да на 20 на 20 лет Александр Данилович как всегда хороший лектор я только не расслышал я не расслышал куда вы меня зовете в университет в Санкт-Петербургский университет понятно спасибо спасибо а есть ли еще вопросы если нет тогда давайте поблагодарим Александра Николаевича и всех коллекторов сегодня спасибо